Приветствуем вас на канале Холлмак. Захватывающие драмы и сериалы круглые сутки. Сесси Спейсик. В фильме «Приют для Энни». В ролях Линда Мэри-Луис Паркер. Элис Эпата Меркерсон. Дэвид Джек Носуорти. Дороти Джоан Плуорайт. Композитор и дирижер Марк Сноу. Оператор Дональд Морган. Художник Эд Уиттстейн. Исполнительные продюсеры Марси Гросс и Энн Уэстон. Продюсер Диана Уолш. Сценарий Кэтлин Янг и Ли Гатри. Режиссер Джон Грей. Если этот ребенок снова вытащит трубку, я заплачу. Доброе утро, Сьюзан. Доброе утро. Привет, Сьюзан. Привет, Джерри. Истечение делают в 10-й операционной. Почему нет анализов? Доброе утро, Сьюзан. Доброе утро, доктор. Скажи, что ночь была спокойной. Ну, давай посмотрим. 34-й ослаб, на 4-й койке требуется интубация. У послеоперационного на 10-й подскочила температура, а у того, что после операции на сердце, проблемы с давлением. Ну как, за спокойную сойдет? Только если не мелочиться. Это тебя. Хорошо. Университетская клиника, говорит сестра Ленсинг. Да, получила вчера. Послушайте, сначала я займусь своими больными, а потом заполню все эти бланки, что вы мне присылаете. Послушайте, это же... Можно спросить, это что, вопрос жизни и смерти? Прошу прощения, но у меня тут каждая секунда на счету. Всего вам доброго. Избави нас, Бог, от бюрократов. К присутствующим это, конечно, не относится. Конечно. Кстати, о бюрократии. Только не это. Боюсь, придется. Ее везут из Эллингтонской больницы. Слушай, я загружена до предела. Почему они не могут ее оставить? У ребенка подскочила температура, инфекция уха, остальное можешь сама додумать. От нее хотят избавиться, пока не стало хуже. Именно так. Она будет твоим первым случаем педиатрического спида. Энни Марстон, 8 недель. А мать? Наркоманка кололась, смылась через 2 дня после родов. Энни тоже появилась на свет с героиновой зависимостью. Уже прошла курс отвыкания. Невеселенькое начало для малышки Энни. И конец тоже. По крайней мере, она не доживет до того момента, когда сможет понять, что с ней сделала ее мамаша. Да, Эллис, в оптимизме тебе не откажешь. Послушай, твое дело положить ее в кроватку и сбить температуру. Моя работа – найти ей приемную семью с любящими родителями. У кого из нас больше шансов? Куда ее? Сьюзен, операционная на первой линии. Проблемы с сердцем. Ладно, устройте ее, а я посмотрю потом. Послушайте, у нас самая низкая смертность в штате среди детских отделений интенсивной терапии. И я хочу, чтобы так и было. Скажите вашим счетоводам, что я не могу разорваться между больными. Каза закрыта. Давай дадим ей кислород. Что-то у нее кожа темновата. Ее привезли с температурой, но ее показатели в порядке. Дело не только в этом. У нее ретракция, проблема с носоглоткой. Она явно нездорова. Она и родилась нездоровой. Я не хочу, чтобы она умерла, пока мы тут стоим. Ей надо дать кислород. Послушай, стажер не спал всю ночь, так что я хочу, чтобы ты сунула ему это прямо под нос. Не позволяй ему уйти от ответа. Он должен дать ей кислород. Держись, маленькая. Привет. Привет. Можно взять машину? Куда собрался? В кино с ребятами. Ладно. Как только закончишь уборку в гараже. Закончу? А разве я начинал? Месяца два назад. Перед шестнадцатилетием. Мам, может, не к спеху. Мы даже не пользуемся этим гаражом. Могли бы, если бы ты туда не свалил, что попало. Ладно, завтра сделай. Хорошо. В кино можешь и пешком сходить. Мам, что это с тобой? Что это ты вдруг так зациклилась на этом гараже? Может, сам посмотри, шумник. В машине несколько лет, но механик посмотрел. Дэвид, это джип, а не самолет. Можно помедленнее? Мам, это здорово. Как ты только денег накопила. Накопила. Хотела успеть к твоему дню рождения, но пришлось стараться немного дольше. На спидометр лучше не смотри. Тебе нравится, родной? Нет, не нравится. Конечно, нравится. Страшно нравится. Мадам Кармен тебе сегодня звонила? Нет, а что? Она сказала, насчет меня спрашивали из колледжа. Из колледжа? Но ты же еще не выпускник. Дэвид, это была еще не точка. Это была точка. Это было многоточие. Какой колледж? Какой? Тьюлин. Это так далеко. Я едва могу представить тебя достаточно взрослым, чтобы водить машину, а уж думать насчет колледжа. Осторожнее, велосипедист. Вижу. Не волнуйся ты так. С днем рождения. Вижу. Продолжение следует... Продолжение следует... Что такое, малышка? Сестра потерялась, да? Ты всё время одна. Потеряла свою сестру. И я её потеряла. Ума не приложу, куда эта и одна подевалась. Дай-ка посмотрю на тебя. Ты такая миленькая. Такая хорошенькая. Ты где была? Помогала Карен с Ожоговым, который только что поступил? Она просила помочь? Нет. Я хочу, Эдна, чтобы ты больше следила за ребёнком. Ей нужно внимание. Не надо мне указывать, как делать мою работу. Я и не собиралась. Этот ребёнок умрёт. Никакое внимание этого не изменит. А когда она умрёт, Эдна? Сегодня? Завтра? Ты понимаешь, о чём я? А раз она умрёт, к ней нельзя прикасаться, брать на руки, любить. Да? Я этого не говорила. Это твоя работа, Эдна. Заботиться о малышке. А если ты будешь её избегать, это значит, работа не выполняется. Я её не избегаю. Мне с ней не по себе, это верно. Как и любому другому. Ведь она же ВИЧ-инфицированная. Ты должна быть профессионалом и делать своё дело. По-моему, ты слишком пристрастна к этой больной, Сьюзан. Извини. Больная девочка в возрасте 9 недель, мать которой заразилась спидом, принимая наркотики внутривенно. При рождении у ребёнка выявлена ВИЧ-инфекция. Уровень Т-лимфоцитов ниже нормы. И она перенесла инфекцию уха и носоглотки. Ваш прогноз? Вероятно, она инфицирована и, скорее всего, умрёт от пневмонии или какой-либо иной условно-патогенной инфекции. Почему? Когда иммунная система ребёнка настолько ослаблена, обычная простуда может привести к летальному исходу. Элейн, какое лечение следует назначить? Профилактический курс антибиотиков для локализации немокистозной пневмонии. Септра и ещё ампицелин от инфекции уха. Хорошо, идём дальше. Завтра у меня большой тест по алгебре. Наверное, я его завалю. Тогда меня исключат. Может, я проколю нос? Мама. Привет, мама. В каком смысле завалишь алгебру? Да не завалю я алгебру. Почему ты сегодня такая странная? Прости, милый. У нас в больнице только что появилась первая ВИЧ-инфицированная девочка, я всё время о ней думаю. Мам, отвлекись хоть немного. Ты же сейчас не в больнице, тебе не обязательно беспокоиться из-за детей со спидом во время ужина. Пойду-ка лучше позанимаюсь. Постарайся не завалить тест. Ладно. Дэвид? Что? А нос не прокалывай. Я подумаю. Дэвид? Да. У неё не спид, у неё вирус, который вызывает спид. Разницу, понимаешь? Да, разницу я знаю. Будь повеселее, ладно? Нет. Нет. Через слёзы ребёнка вирус не передаётся. Послушайте, я не могу этого обещать, но... Это насчёт малышки Марстон? Не могу сказать, что удивлена. Никому не нужен ребёнок, который умрёт. Что с ней будет? Наверное, она в конце концов окажется в Тремонте. Недели через три у них освободится место. Тремонд? Для Энни? Да. Если больше ничего не получится. А так, наверное, и будет. Элис, ты же знаешь, Тремонд – это свалка. Сьюзан, а что ещё прикажешь делать? Здесь она не может оставаться навеки. Куда-то её надо пристроить. Но не в Тремонд же её скидывать. Ладно. А куда предложишь её скинуть? Я никуда не предлагаю её скинуть. Должна же найтись хоть какая-то приёмная семья, которая... Это же твоя работа. Послушай, Сьюзан, может, сама сядешь на этот телефон и будешь искать ей приёмную семью. Не хочешь уговорить хоть кого-нибудь взять ребёнка, который может заразить их смертельной болезнью? Прошу. Прости, Элис. Сьюзан Сьюзан Продолжение следует... Привет, Гэри. Сьюзан, рада тебя видеть. Как дела в университете? Полно работы, как всегда. У меня есть больная, которую могут сюда перевезти. Церебральные нарушения, ВИЧ. Да, было у нас несколько случаев. Можно взглянуть на ваше детское отделение? Пойдём. Надеюсь, ты ко всему привыкла после школы медсестёр. Тяжёлая у тебя работа, Гэри. Этим детишкам гораздо тяжелее. Долго приходится искать для них приёмных родителей? Сьюзан, это Тремонд. Эти дети дожидаются неприёмных родителей. Они дожидаются смерти. Сьюзан, как ты думаешь, чем я тут занимаюсь? Открытки пишу? Сегодня утром я была в Тремонте. Зачем? Чтобы самой увидеть. Её нельзя туда отправлять, Элис. Она заслуживает лучшей доли. Любой ребёнок достоин лучшего, чем такое. Она не набрала в весе ни грамма. Она знает, что никто за неё не борется. Сьюзан, никому не нужен ВИЧ-инфицированный ребёнок. Это не моя вина, это не твоя вина. Просто так обстоит дело. Никому она не нужна. Мне нужна. Что? Мне она нужна. Что надо сделать, чтобы стать приёмной матерью? Очнись, родная. Я не могу тебе этого позволить. Это тебя не касается. Ты станешь забирать домой каждого ребёнка с трудной судьбой? Элис, ты говорила, что это твоя работа – найти приёмную семью. Ты только что нашла. Так что мне надо делать? Скажи. Ребёнок? Понимаю, это звучит немного дико. Немного? Мама, тебе мало, что ты и так всё рабочее время рядом с больными детьми? Тебе такого ещё и домой надо? Я умею ухаживать за детьми, Дэвид. Этим я и занимаюсь. Но почему её нельзя оставить в больнице? Зачем брать домой? Я говорю не о том, чтобы стать сиделкой для Энни. Я о том, чтобы стать ей матерью. Она в этом нуждается. А что будет, когда у девочки начнётся спид? Будет трудно. Я и не говорю, что это легко. А что будет, если она умрёт? Дэвид, мы ей нужны. Ей нужен дом. Ей нужна семья. А мне нужен ты, если всё получится. Что скажешь? Скажу, что это произойдёт, что бы я ни сказал. Теперь что? Теперь жди. Документы должны быть обработаны, а тебя должны утвердить. Что и произойдёт примерно через несколько недель. А когда тебе её отдадут, штат будет тебе ежемесячно платить пособие по уходу за ребёнком. Сумма увеличится, когда она действительно заболеет. Зачем ты это делаешь, Сьюзан? Потому что хочу. Потому что ей нужен приют. Даже если это будет её последний приют. Почему это тебя так волнует? Сьюзан, мы же подруги. А я не хочу, чтобы тебе было плохо. Для тебя это может закончиться большим горем. Может быть. Но она того стоит. Вам просто надо надевать резиновые перчатки при контакте с её выделениями. Вы слушаете? Я звоню на счёт вашего объявления в газете. Да, ищу няню для ребёнка. Ребёнка привезу домой в понедельник. Отлично. Теперь я хотела бы сообщить вам одну вещь. Ребёнок носитель ВИЧ, но риск очень невелик, и она такая миленькая. Хорошо. Понимаю. Всё равно спасибо. Ты так никого не найдёшь. Найду. Уж поверь. Как только ты произносишь резиновые перчатки и выделения, они вешают трубку. Дороти Килгер? Здравствуйте, говорит Сьюзан Лэнсинг. Я звоню по вашему объявлению. Хорошо. Знаете, а вы не могли бы прийти побеседовать? Отлично. Спасибо, что так быстро откликнулись. Одну минутку. Нельзя ли вынуть один кубик, когда слишком много у меня зубы ломит? Так нормально? Сладковато чуть-чуть, но можете не беспокоиться. Итак. Полагаю, вы хотели бы знать, какой у меня опыт. Пожалуй, лучше начать именно с этого. Что ж, раньше я никогда этим не занималась. За деньги, во всяком случае. Но я вырастила трёх собственных детей, хороших детей. И за их детишками присматриваю, когда надо, что бывает нечасто. Как бы там ни было, с подрастающим поколением я прошла всё. Речь идёт об одном ребёнке? У меня есть сын-подросток, очень самостоятельный, так что о нём вам беспокоиться не придётся. Он очень хороший мальчик, вам понравится. Это мы ещё посмотрим. Моей приёмной дочери 12 недель. Её зовут Энни. А ваш муж? Я развелась. Сразу же после рождения сына. Так вы растили его одна? Да. А теперь хотите сами вырастить ещё одного ребёнка? Да. Хорошо. Только одно должна сказать. Я не прислуга. Я не буду готовить, стирать или убирать за вашим подростком. Меня не волнует, какой он там хороший. Я смотрю за ребёнком, вот и всё. Так вы берётесь? А вы разве не предлагаете? Ну да, тогда берусь. Когда начнём? Итак. Было бы хорошо, если сразу... Да. Ух ты, как мы улыбаемся. Ей здесь нравится. Мы должны прояснить ещё кое-что. Всем внимание. Энни очень чувствительная. Если что-нибудь случится, если она простудится или у неё будет температура, сразу же мне звоните. И когда вы её переодеваете, когда контактируете с её выделениями, особенно с кровью, вам надо надевать вот это. О, девочки, спит? Пока ещё у неё нет спида. Но она ВИЧ-инфицирована. Надо было мне сказать. Да, я понимаю, но я хотела. Но вы знали, что я откажусь. И вы хотели, чтобы я её увидела, чтобы она мне понравилась, и я бы за неё взялась. Простите, я не хотела, чтобы так вышло. Полгода тому назад я похоронила мужа. Он умер от рака. Я не хочу больше смотреть, как человек умирает. Я не хочу снова через это проходить. Простите, что отняла у вас время, миссис Кюгер. Я заплачу вам за этот день. Не поймите меня неправильно. Дело не в том, что я не люблю детей. Я люблю их больше, чем кто бы то ни был, из всех, кого я знаю. Себя в том числе. Это у неё от матери? Да. Бедная девочка. Послушайте. Может, я и смогла бы вам немного помочь. Пока вы не найдёте ещё кого-нибудь. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Вот только одно скажу. Не надо меня обманывать. Не люблю я этого. Я в состоянии воспринимать правду. Ну что ж, приступим. Прости, милый. Это что, на всю ночь? Теперь так всё время? У неё жар. Она ничего не может с этим сделать. Мне вставать через три часа. И мне тоже. Она успокоится, не волнуйся. Замечательно. Просто замечательно, мама. Доброе утро. Доброе утро. Долгая ночка выдалась. Я уже забыла, что так бывает. Ну да. Ночка за ночкой, за ночкой. Спасибо. Теперь вспомнила. А это должно быть он сам и есть. Простите? Прощаю. Мама? Дороти, это мой сын Дэвид. Дэвид, это Дороти. Она будет присматривать за Энни, когда я работаю. Может быть, уверена, мне очень приятно. Что тут происходит? Ты же знаешь, я искала, кто бы мне помог. Знаю, но ты мне даже ничего не сказал. Вот так вот спускаешься вниз, а на кухню чужая женщина. Извини. Просто столько всего сразу. Послушай, хорошо с ней себя веди. Я не могу ее лишиться. Это что, наша Мэри Поппинс? Не обращайте внимания на Дэвида. Ему немного сложно привыкнуть. Ничего, я сама к нему привыкну. Я все улажу, спасибо. Господи, я уже опаздываю. Позвоните, если она хоть чихнет. Только что звонила твоя мама. Она немного задержится, а я уже не могу оставаться. Задержится, но я... Без паники, она сказала, что ненадолго. А я продержала мисс Энни без сна полдня, так что теперь она должна спать, пока твоя мать не вернется. Чем скорее, тем лучше. У меня сегодня билеты на концерт Дьяволов. Прелестное название. Так вот, если она проснется, просто дай ей бутылочку. Подогревать умеешь? Ну, не такой же я тупица. Это трудно что-нибудь сказать. И я так думаю. Ну, хорошо. Увидимся завтра. Спасибо, что предупредила. А я слышала. Дэвид! Дэвид! Что такое? Что случилось? Положи трубку. Что? Я сказала, положи трубку. Позвоню попозже. Что это с тобой? Разве ты не слышал, что она плачет? Трудно было взять ее на руки? Я ее брал. Тогда почему же она одна в кроватке и плачет? Не знаю. Не знаю я, чего она плачет. Ты же специалист. Почему она плачет? Может, у нее ушко болит. Или голодное, или мокрое. Или, может, просто хочет, чтобы кто-нибудь взял ее на руки. А ты для этого слишком эгоистичен. Да брал я ее. Она вопила, как резаная. Я положил ее на место, а она еще сильнее завопила. Так что мне надо было делать? Не требуется большого ума, чтобы понять, ребенку нужно внимание. Знаешь, я не виноват, что она плачет. Я не виноват, что она больна. Я не виноват, что она вообще здесь оказалась. Этот ребенок вообще не моей проблемы. А в чем твоей проблемы? А в том, что ты должна была вернуться еще два часа назад. Я из-за этого пропустил концерт, на который купил билеты, три недели назад. Извини, мне пришлось задержаться. Деньги за билеты я тебе верну, хорошо? Ты про все забываешь, мама. Из-за этого ребенка ты про все забываешь. Энни, ты становишься красивой, юной дамой и такой храброй. Хотел бы я быть таким смелым, когда у меня берут кровь. У нее бывает температура, воспаление ушей и пазух. Может, ничего страшного, но, возможно, это означает, что ее иммунная система ослабевает. Лимфоузлы, во всяком случае, не слишком припухшие. Стоматита нет, в груди воспаление легких не прослушивается. Проблемы с восприимчивостью к антителам есть? Нет. Хорошо. Проверьте вес, пожалуйста. Не надо будет ее проверить 18 месяцев, когда ее иммунная система окрепнет? Проверим, но пока я не стал бы особо надеяться, Сьюзон. Т-лимфоциты у нее пока ниже нормы, а с ее инфекциями все указывает на ВИЧ, но я назначу ей П24. Что-то новое? Абсолютно. Это будет доступно только через месяц. Это позволит проверить вирусы напрямую, а не только антитела. Это позволит нам лучше понять, в какой она ситуации. Я вам говорила, что оформила бумаги на удочерение. Не сомневался, что вы это сделаете. Очень рад за вас, Сьюзон. Вы очень хорошо поработали. Ей страшно повезло. Это мне повезло. Мне казалось, вы приглашали больше детей. Мы пригласили всех соседских детей. Как бы там ни было, пора подавать торт. А кому тут еще попкорна? Вот ты где. Вот она, Энни. Элис, вы как раз к торту. Элис, я уж боялась, что ты не придешь. Кое-что непредвиденное. Я на минутку. Да ладно тебе. Я тебя назначила отвечать за игры. У нее такой счастливый вид. Неужели год прошел? Неужели так быстро? День в день. Можно с тобой поговорить? Конечно. Я что-то не то с бумагами сделала? Нет, нет. Бумаги в порядке. Мать объявилась. Ее мать хочет забрать ее к себе. Что? Откуда ни возьмись, появилась Линда Марстон. Она хочет получить обратно свою дочь. Линда Марстон? Шутишь? Если бы. Элис, да она в глаза, Энни не видела самоврождения. Она не может это сделать. Она же ее бросила. Она может это сделать, Сьюзан. Будет слушание дела в суде. Она же наркоманка, у нее спит. Но она утверждает, что избавилась от наркозависимости. А то, что у нее спит, отношения к делу не имеет. Да будет тебе, Элис. Эта информация защищена ее правом на неприкосновенность личной жизни. Никто мне не позвонил. Никто мне ничего не сказал. Неужели у меня нет права голоса в этом деле? Ты приемная мать, Сьюзан. У тебя нет никаких юридических прав. Линда ее мать. Я ее мать. Я буду с тобой сражаться, Элис. Знаю, Сьюзан. Но победить ты не сможешь. Ты так думаешь? Когда состоится слушание? Это не имеет значения. Тебя там не будет. Слушание закрытое. Для меня закрытое? Это несправедливо, Элис. Сьюзан в этом деле не стоит ожидать справедливости. Кто ее представляет? Ты? Невероятно, Элис. Ты же видишь, как она тут счастлива. Ты видишь, что это ее дом. Как ты можешь с ней такое сделать? Это не я делаю. Это моя работа. Твоя работа должна заключаться в том, чтобы у ребенка был лучший дом. Моя работа – представлять настоящую мать. Мне это не нравится, но у меня нет никакого выбора. Нет у меня выбора. Никакого. А теперь заслушаем представителей социальной службы. Ваша честь, Линда Марстон успешно прошла программу реабилитации от наркотической зависимости, и анализы подтвердили, что последние шесть месяцев она не употребляла наркотики. В рамках помощи семьям с несовершеннолетними детьми она получила квартиру и теперь хочет вернуть себе дочь. Насколько я понимаю, приемная мать подала заявление на удочерение. Я не отдам своего ребенка. Прошу не перебивать вашего представителя. Мисс Марстон заявила, что не отказывалась от родительских прав и никогда не сделает этого по доброй воле. Есть какие-нибудь доводы против немедленного соединения мисс Марстон и ее дочери? Ваша честь, штат рекомендует начать лишь с посещений, проходящих под наблюдением. Я не хочу ее посещать, я хочу ее вернуть. Пока суд будет рассматривать это дело. Я знакомлюсь с этим делом. Своё решение я вынесу в течение 10 дней. А в это время разрешаются посещения под наблюдением. Следующее дело. Не хотите ее подержать? Я отсюда хорошо ее вижу. А что она... Что ей нравится делать? Ей нравится играть на детской площадке. Она любит раскрашивать, ей нравится. Она хорошо выглядит. В том смысле, что не кажется больной. У нее бывает температура, инфекции. Я имею в виду в другом смысле. Я понимаю, что вы имеете в виду. Она еще долгое время может не заболеть. Сколько тебе лет, Энни? Ей один год и четыре месяца. Без вас знаю. Я у нее спрашиваю. Сколько тебе? Мама. Я не хочу, чтобы она называла вас мамой. Я ее мать. Другой матери она не знает, как ей меня называть. Меня не волнует, как ей вас называть. Не хочу, чтобы она вас так называла. Возможно, вам следовало об этом подумать, когда вы оставили ее в больнице. Не вам меня судить. Вы ничего об этом не знаете. Вас там не было, когда я ее рожала. Вы не знаете, что тогда со мной было. Я знаю только то, что вас не было рядом с ней, когда вы были ей нужны. Где вы были весь этот год? Это не поможет. Вам нужно более тщательно выбирать врагов. Хочешь этому помешать? Да будет тебе. Она не годится даже в няне, не то что в матери. У нее есть законные права, Сьюзан. Элис, зачем она это делает? Зачем? Эта женщина опустилась на самое дно. Она огляделась вокруг и спросила себя, а что у меня есть? И ответ был ничего. Ничего, кроме этой маленькой девочки. Ах, как трогательно. На чьей ты стороне? Я не на чьей стороне. Я должна исполнять закон. Но я никогда не поверю, что закон может вернуть этой женщине право на опеку. Но эта женщина только что побывала в суде и получила право забрать Энни на целую ночь. Без присмотра? Она сказала судье, что не может навещать дочь в такой враждебной обстановке. Она сказала судье? Или ты сказала судье? Сьюзан, ты не можешь меня за это винить. Если бы ты вела себя с ней более терпимо, этого бы не случилось. Но это неправильно. Энни ее почти не знает. Думаю, это ненадолго. Вот ее расписание. Я внесла туда все, что может ей понадобиться. Не такая уж я дура. Я этого и не говорю, но Энни не может сказать, что ей нужно или что ей нравится. Все верно. Например, что она не любит яблочный сок, только апельсиновый, и любит его пить только из особой чашечки. Чашечку положили? Да, а еще она любит, чтобы ей читали на ночь. Я положила в сумку любимой книжки. Что еще? В последнее время она довольно хорошо спит ночью, но если будет плакать или даже закашлять, сразу мне позвоните. Хоть в три часа ночи. Все хорошо, маленькая. Мама. Все будет хорошо. Не плачь. Мама. 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 Девушки отдыхают Нет, она не дура. Может, она и мерзавка, но она знает, что делает. Она ее куда-то увезла, Дороти. Я знаю. Послушай, ты себя просто изводишь. И меня заодно. Надо всего лишь подождать, пока Элли свернется, и заставить ее что-то делать. Еще не вернулись? Я несу тебе сэндвич. Мама очень волнуется, да? Очень. Думаю, что это уже срочно. Хорошо. Хорошо. Как только ее увидите, пожалуйста, скажите, чтобы она мне позвонила. Пожалуйста. Все будет хорошо, мама. Куда ты? Поеду в больницу. Я буду ночевать у нее в кабинете, если понадобится. По-моему, это не очень удачная мысль. Дэвид, дай мне ключи. Сомневаешься, что тебе сейчас стоит садиться за руль? Дай ключи. А я говорю, тебе не стоит садиться за руль, я сам поведу. Сам. Если не хочешь мне говорить, где она, тогда позвони в полицию и им скажи. Она не пропала, Сьюзан. Она просто немного задерживается, вот и все. Она на пять часов задерживается, вернется. Откуда ты знаешь, Элис? Может, она уже на полпути в Канаду. И что я вообще с тобой разговариваю? Я сама позвоню в полицию. Сьюзан, Сьюзан, ты просто впадаешь в истерику. Кроме того, мы не можем сообщать о ее пропаже до истечения 72 часов. Так какой тогда смысл в этих 24-часовых свиданиях, если ты не можешь добиться выполнения этого условия? И как ты можешь вот так спокойно сидеть? Это ведь ты уехала от меня с моей дочерью и этой тупой наркоманкой. Куда ты их отвезла, Элис? Я хочу знать. Официально я не могу тебе этого сказать. Да будет тебе, Элис. Забудь на пару минут, что ты чиновница. Мы же знакомы 14 лет. Просто скажи, официально или неофициально. Я опаздываю на встречу. КОНЕЦ КОНЕЦ Седьмая. Это здесь. Привет, маленькая. Все хорошо, милая? Она в порядке. Отнеси ее в машину. Все нормально. Я спущусь. У вас железные нервы, знаете ли? Или у вас мозги уже настолько поплыли от наркотиков, что вы время определить не можете? Какой же тут свинарник. Сегодня у уборщицы выходной. Как плохо, что не все могут позволить себе жить в миленьком домике в пригороде, да? Очень плохо. А вы, надо полагать, одна из жертв превратности жизни. Я не собираюсь выслушивать от вас гадости. Проваливайте. С радостью. Только не думайте, что они здесь еще хоть раз появятся. Чтобы там суд не постановил. Не надо угрожать. Она мой ребенок, не забывайте, я ее себе верну. Это мы еще посмотрим. Меня тошнит от таких, как вы. Думаете, если у вас есть деньги, вы можете получить что угодно, в том числе и чужих детей? Мне ничего не давалось даром. Я работала, чтобы у меня было все, что я имею. Я не шлялась по улицам и не вкалывала себе дозы грязными шприцами. Что вы о себе воображаете? Вы ни черта не знаете про мою жизнь, так что нечего тут выступать. К вашему сведению, я уже шесть месяцев чистая. Много вы знаете наркоманов, что могли бы так резко завязать? Если честно, у меня вообще нет знакомых наркоманов. Я знаю лишь то, что бывает с их детьми. Я знаю лишь то, что бывает с их детьми. Ну что? Пойдем ко мне. Нет. Говори прямо здесь. Каково решение? Сегодня утром судья вернул Линдзе право опеки. Будь ты проклята. Я? Да, ты. Ты ей помогла. Тебе хорошо было известно, кто больше пригоден ухаживать за Энни. Ты знаешь, что ей со мной лучше, но ты помогла ей, этой наркоманке, забрать ее у меня. Послушай, я с самого начала тебя предупреждала, что это может закончиться для тебя большим горем. Так работает система. Если тебе что-то не нравится, вини систему, но меня не надо обвинять. Такие как ты, Элис, и есть система. Ты умываешь руки. Ты просто не хочешь брать на себя ответственность. Это не твоя проблема. Проще всего списать все на систему. Ты просто позволила себе пристрастно отнестись к больной. Это не профессионально, это против правил, и ты об этом знаешь. К черту правила, Элис. Кто-то же должен был неравнодушно отнестись к этой маленькой девочке. Если не я, то кто? Что я должна была смотреть, как ее выбрасывать на помойку? Кто позаботится об этих детишках? Кто? Ты взяла на себя ответственность за этого ребенка. Это гораздо больше, чем сделали бы большинство людей. Но вместе с тем ты взяла на себя риск однажды потерять ее. Будь ты настоящая мать, клиника штата, или СПИД. Никто от тебя этого не скрывал. Ты просто не хотела этого видеть. Я не хотела, чтобы это случилось, Сьюзан. Уж поверь. Я потеряю свою девочку. Ты серьезно? Абсолютно. Не знаю, мам, справлюсь ли я с этим. Это же... Я больше ничего не смогла придумать, Дэвид. Ты хочешь, чтобы я лишилась, Сене? Ты хочешь ее потерять? Нет. Тогда сделаем это вместе. Помоги мне, Дэвид. Ты совсем с ума сошла? А у вас есть идея получше? Таким, как она, нельзя доверять. Уж я-то знаю. А что мне еще делать? Это не поможет. У нас последняя попытка, Дороти. Что, если я вам буду больше платить или работать буду побольше? Дело не в деньгах. Я думала, ты лучше меня изучила. Я не могу без нее, Дороти. Боже, праведный, не могу поверить, что во всем этом участвую. Но делаю это для тебя и для Энни. А не для нее. Где она? Наверху. Заходите. Нет, спасибо, я здесь подожду. Зайдите все-таки на минутку. Я хотела бы с вами поговорить. Присаживайтесь. Хотите чашечку кофе? Слушайте, что вам надо? Просто стараюсь быть приветливой. Ясно. Это значит, вам что-то нужно. И что же? Может, все-таки присядем на минутку? Спасибо. Так вот, очевидно, у нас с вами мало общего. Кроме одного. Мы с вами хотим, чтобы Энни было хорошо, верно? Нельзя покороче? Ладно, пусть будет короче. Я вижу, что у вас с деньгами туго. Семьи у вас, похоже, нет, и живете вы в паршивых условиях. Вам особо не на что рассчитывать, верно? Я права. Да, но на одно я могу рассчитывать точно. Нравится вам это или нет? Я хочу вернуть своего ребенка. Так что принесите мне ее. Я хочу, чтобы вы переехали к нам. Сюда? В этот дом? Сюда, в этот дом. Мне не нужны ваши подачки. Это не подачка. Вам нужно приличное жилье, а мне нужно оставаться рядом с Энни. Вы с ума сошли. Возможно. Но у вас тоже не все дома, если вы откажетесь. Я могу помогать вам с лекарствами, я могу обеспечивать необходимый уход через нашу клинику. Вы можете забыть про все больницы. У вас будет дом. Ух. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Много чего пришлось убрать, разве что, кроме аквариума. Он остался. Мне как раз будет нужна пепельница. Моей матери вряд ли понравится, что в доме кто-то курит. Придется привыкать. Пепельницу я все-таки поищу. Придется, я вам пенно05. Придется. 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 Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Принесите чаю со льдом. Что-то я не вижу у тебя якоря на одном месте, а кухня там. Мисс Энни, давай всё положим и пойдём куда-нибудь, где есть чем дышать. Успокойтесь, она в порядке. Моя мать всё время курила, когда я была в таком возрасте. Не трогайте меня. Ладно. Знаешь, она бы немного лучше тебя узнала, если бы ты с ней хоть немного играла. Она и сама хорошо играет, ясно? Господи, что это у неё такое? Что же это? Да, она это с пола подняла. О чём ты думаешь? Ты бы ещё рядом с ней открытую банку с пивом поставила. Послушайте, отстаньте от меня и убирай за собой. Это вы прислуга, вам и карты в руки. Вот тут ты ошибаешься. Вот что я вам скажу. Занимайтесь-ка лучше своим делом. Если вам не нравится, как я живу, держите своё мнение при себе. Не то заберу ребёнка и смоюсь отсюда. Не спишь? А что такое? Читай слишком громко. Просто подумала, не хочешь ли ты её укрыть. Думаю, ей меня за день уже хватило. У тебя пепел. Мне не хотелось бы говорить, но... Дороти сказала насчёт спичек. Да хватит уже. Она что, каждый день составляет список моих грехов, а вечером докладывает? Линда, тебе надо быть поосторожней, Сенни. Она всё подбирает, а потом сует в рот. Не надо оставлять вещи, где попало. По-моему, вам надо уволить Дороти. Правда? Она вам не нужна. Я сама могу ухаживать за Энни. Кроме того, она ничего не делает, только выговаривает мне прямо при девочке. Не удивительно, что она меня боится? Она тебя не боится. Ей просто нужно время, чтобы тебя узнать. Ничего не получится, пока эта ведьма лезет во все дырки. Может, хватит вести себя так, будто все тебя хотят достать? Мы на твоей стороне. Мы хотим тебе помочь. Ну да. Конечно. Друзья до гробовой доски. Особенно, если ждать недолго, верно? Ладно, постараюсь в доме не курить. Я была бы очень признательна. Послушай, завтра я везу Энни на осмотр. Хочешь с нами? Рано? К обеду. Встанешь уже? Смотри, как буду себя чувствовать. Привет, Сьюжин. Привет, Джейсон. Энни, здравствуй. Джейсон, познакомьтесь с Линдой Марстон. Здравствуйте, Линда. Простите, что в перчатках. Температура бывает? Небольшая, только когда ушко болит. Хорошо. Наконец-то мы получили протоколы для анализа П-24. Думаю, это обязательно надо сделать. Он дает возможность посмотреть сами вирусы, а не только антитела. Так, процедуру мы уже знаем. Можно твою ручку? Энни, ты меня совсем избаловала. Вот так. Хорошо. Всего лишь маленькая палочка. Хорошая девочка. Послушай, это не мое дело, конечно. Просто хотела спросить, что случилось с отцом, Энни? Умер. Передозировка. Должны же у тебя быть хоть какие-то родственники. Это что, допрос третьей степени? Прости. Можно я покачаю? Конечно. У меня есть мать. Я ее очень давно не видела. Ясно. А у вас? Родители еще живы. Но они со мной не разговаривают. Они отказались от меня, когда я носила Дэвида. Мы не были женаты. Мы не были женаты. А где он? Отец. Это что, допрос третьей степени? В конце концов, он на мне женился, но оставался рядом недолго. Наверное, просто не был создан для роли мужа. Давай покатаемся на горке. Пошли на горку. Пойдем. Я покажу тебе, как из этих кубиков построить дом. Хорошо? Договорились? Нет, нет. С тем мы играть пока не будем. Давай. Энни, посмотри на меня. Мы построим дом. Большой дом из кубиков. Большой при большой. Энни, ты невнимательная. Смотри на меня. Сейчас я не хочу играть с той штукой. Ты меня не слушаешь! Линда, что с тобой такое? Нельзя так кричать на ребенка. Она не обращает на меня внимания. Никогда больше не срывайся на нее. Никогда. Я просто хотела с ней поиграть. Она всего лишь ребенок. Что с тобой такое? Она тебя не знает. Дай ей время привыкнуть. Но у меня нет времени, как вы не понимаете. Нет у меня времени. Все хорошо, маленькая. Уже поздно. Да. Вы хоть иногда отдыхаете? Об этом надо забыть, когда у тебя дети. Простите за то, что я так вела себя с Энни. Наверное, я не очень-то хорошо знаю детей. Может, стоило бы попробовать научиться. Почему ты вернулась, Линда? Почему, когда прошло столько времени? Не знаю. Нет, знаешь. Мне кажется, что бы я ни делала, всю свою жизнь я делала не так. Всегда искала дорожку полегче. Парни, наркотики. Мне захотелось попробовать сделать правильно, хоть что-нибудь, чтобы можно было показать и сказать, это хорошо. И тогда... И тогда я прошла курс и вернулась за ней. Хотела попробовать стать для нее хоть какой-то матерью на то время, что у меня осталось. Что у нее осталось. Может быть, слишком поздно. Может, и нет. Просто будь с ней терпеливой, Линда. И она к тебе придет. Постараюсь. Пожалуй, пора сказать спокойной ночи. Спокойной ночи. Поехали. 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 Фэнни. Фэнни. Линда. Всё нормально, уже потушила. Да выключат кто-нибудь эту сигнализацию. Ты что делаешь? Ты же обещала курить на улице. Не обещала. Я сказала, постараюсь. Это всё, что ты можешь сказать? Не обещала? Ты чуть не сожгла весь дом и нас вместе с ним. И теперь только это можешь сказать? Это было ненарочно. Это случайность. Простите. Извинений мало. Я же сказала, это случайность. Во что, никогда ничего не случалось, Сьюзан? Вдобавок, вам радоваться надо. Ещё один повод мешать меня с грязью. Мешать тебя с грязью? Да я с твоего появления, Линда, только тем и занимаюсь, чтобы ты вошла в нашу семью, а ты всё время со мной воюешь. Вы следите за каждым моим шагом. Я ни минуты не оставалась наедине с моим ребёнком. Весь день у меня из-за спины выглядывает Дороти, а ночью вы присматриваете, я чувствую себя условно освобождённой. Вчера я оставила тебя с ней, смотри, что вышло. Так и знала, что вы теперь будете меня всё время попрекать. Но почему вы заставляете меня чувствовать себя виноватой по любому поводу? Думаете, мало я себя виноватой считаю? Простите. Линда, ничего. Всё хорошо. И ты меня прости. Всё хорошо. И ты прости. Всё хорошо. Всё хорошо. Пошел. Всем доброе утро. Сегодня чудесный денек, и нам всем надо выйти на улицу. Может, мы с мисс Энни потом пообедаем во дворе? Так, я что-то пропустила? Нет, ничего. Все прекрасно. Ладно. Прекрасно так прекрасно. Пойдем, Энни, встряхнемся чуток. Давай-ка всем покажем, как надо веселиться. Ну-ка, посмотри на себя. Пойдем к Дороти. Вот так. Хочешь со мной потанцевать? Нет, Дэвид, не смей. Улыбнись. Я не шучу, Дэвид, прекрати. Вот так, посмотри на себя. Только нет, у тебя более но мрачный вид. Повеселее. Улыбка. Иди ко мне. Хочешь ее взять? Ну, конечно. Ну, конечно. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мама, это я. Я умираю от... Мама. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты очень хорошенькая девочка, знаешь? Скорее всего, ты не понимаешь ни слова из того, что я говорю Но я хочу, чтобы ты знала Мне очень жаль Прости за всё, что я тебе сделала Прости за то, что я дала тебе Ни за что на свете я не хотела бы сделать тебе больно Я заслужила то, что со мной происходит А ты нет Прости меня По-моему, готово Правда? А не надо добавить воды или ещё чего? Нет, теперь только помешивай Знаешь, когда я росла, я не знала таких ребят, как ты Это хорошо или плохо? Нет, правда Те, кого я знала, у них всегда были проблемы А сейчас они все сидят Как получилось, что ты такой... Такой хороший? Я не всегда окажусь себе хорошим Ты понимаешь, о чём я? Не знаю Наверное, мне просто повезло Я пришла Тебе повезло, что у тебя такая мать Не могу поверить, чтобы вы сами готовили Потрясающе Не знаю, можно ли сказать, готовили Он в основном открывал банки, а я кипятила воду Было очень вкусно И хватит до конца года А теперь мы идём купаться А с вами увидимся потом Пока А тебе пора делать уроки Намёк понял Спокойной ночи Приятно было с тобой готовить Тебе это нужно? Нет, пожалуй Это телефон моей матери Ты ей звонила? Да И что? Ничего неожиданного Она не захотела со мной говорить А если я ей позвоню? Нет Нет Почему? Потому что ничего хорошего не будет Можно попробовать Всё-таки позвоню Не говорите, что я рядом Миссис Марстон Меня зовут Сьюзен Лэнсинг Вы меня не знаете, но Я ухаживаю за вашей дочерью Да Да, она живёт у меня Послушайте, я знаю, что между вами были какие-то трения, но... Что? Хорошо, минутку Так, продолжайте Но вы не... Что она сказала? Она... Она дала мне адрес одной похоронной конторы Милая, добрая мамочка Всегда думает наперёд Прости, Линда Не надо было звонить Не стоит Как есть, так есть И на том спасибо Когда ты ей звонила? Вчера вечером Даже не знаю, зачем Наверное Наверное, я пытаюсь найти прощение Я всё время у всех Прошу прощения Думала, что она в конце концов меня простит Глупо должно быть Правда Не надо себя терзать Может, она просто... Просто что? Знаете, когда вы мне сказали, что ваши родители от вас отказались Я не могла в это поверить Я имею в виду А что им ещё нужно? Вы такой хороший человек Такая хорошая мать Как они могут прожить всю жизнь Даже... Даже не зная вас Не зная Дэвида Простите Нет Ничего Просто жаль, что мои родители тебя не слышат Хотелось бы, чтобы они меня услышали Хотелось бы, чтобы они меня простили Знаете, единственное, что я сделала хорошего за свою жизнь Родила Энни Но даже дав ей жизнь, я дала ей смерть Я не надеюсь, что хоть кто-нибудь в самой последней очереди Моя мать простит меня за это Но знаете, что? Она мне ни разу не дала такой возможности Поэтому мне кажется, что это я должна простить её А потом мне надо будет простить себя Знаете, что-то голова разболелась Сейчас поищу что-нибудь Нет, спасибо Скажу ей о неспокойной ночи и пойду спать Кроме того, страшно курить хочется Спокойной ночи Линда Дэвид Скорей Сначала её стабилизируем, а потом сделаем анализ крови У неё спит на прогрессирующей стадии Я хочу сказать, у неё начался приступ Сообщите, какое у неё давление Мне нужно кое-что сказать Этот аппарат не работает, можно найти другой Послушайте меня Все меня слышат Мы вас слышим Я хочу сказать это только раз Я знаю, что, наверное, не выйду отсюда Поэтому я говорю вам прямо сейчас Когда подойдёт моё время уходить Лучше мне не мешайте Я не хочу, чтобы за меня дышали какие-то машины Не хочу, чтобы кто-то мял мне грудную клетку Просто отпустите меня Все поняли? Сделайте запись в её карте Отказ от реанимации Привет 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 Как дела? Уже лучше Тебе что-нибудь принести? Уверена? Знаешь Если я с этим справлюсь Я сделаю то же, что и ты Пойду в школу Найду работу И займу какое-то место в жизни Но ведь мне никак не выкарабкаться Надеюсь, ты сможешь У тебя есть чем поделиться с другими Думаешь? Да Я так и не сказала И не спокойной ночи Я пожелаю ей спокойной ночи за тебя Ну хватит У тебя выходной Тебе надо отдохнуть Не могу без дела Из больницы звонили? Нет Джейсон Должен был срочно с тобой встретиться Что случилось? По телефону не мог этого сказать Что случилось? Помнишь, П-24, что мы делали, Энни? Да Сегодня утром я получил результаты Потом проверил ещё раз Потом ещё И что? Анализ больше не показывает антител ВИЧ у Энни Другие анализы крови тоже отрицательны по антителам Я проверил это трижды Трижды, Сьюзен Не понимаю, Джейсон Хорошо, хорошо, давай объясню Когда Энни родилась Анализ дал положительный результат по антителам ВИЧ Поэтому, естественно, мы предположили, что она инфицирована вирусом Особенно потому, что у неё были низкие показатели по Т-лимфоцитам Из-за её инфекции Ты о чём? Я хочу сказать, что у Энни нет ВИЧ Я говорил с одним коллегой, который занимается этим в Нью-Йорке И у него такое же мнение Поверь мне В некоторых случаях ребёнок получает от матери только антитела ВИЧ Но не саму инфекцию Никто не знает, почему так бывает Но у некоторых детей Именно так Ты хочешь сказать, что Энни будет жить? Сюзан, мне не часто приходится это говорить Поэтому позволь насладиться этим в полной мере У Энни нет вируса иммунодефицита Нет никаких причин думать, что она не может жить нормальной здоровой жизнью Что случилось, мама? Жди здесь Пульс не прощупывается Начинаем реанимацию Приготовьте адреналин Доктор Рейли Сюзан, вам сюда нельзя Что вы делаете? Пытаюсь спасти ей жизнь Но она не хотела Она попросила вписать это в карту Я даже не видел её карты Она не хотела возвращаться Если её можно спасти, вы хотите, чтобы она умерла? Вы этого хотите? Продолжение следует... Состояние стабилизировалось Линда Сюзан Они меня вернули, да? Да Я же просила не делать этого Это записано в моей карте Ты будешь рада, что они это сделали Почему? Теперь ты можешь узнать, что Энни будет жить Ей сделали специальный анализ Новый анализ У Энни нет вируса Она не заболеет спидом Разве такое возможно? От тебя ей передались только антитела А не вирус Энни вырастет Она будет ходить в школу Бегать и играть Как любой другой ребёнок Теперь у неё впереди вся жизнь Ты не передала ей смерть, Линда Ты дала ей жизнь Когда ты окрепнешь Ты вернёшься домой К нам, Кэнни Ты будешь со своей семьёй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать домой Хорошо, что ты вернулась, Линда И я рада, что вернулась А где Энни? Сейчас как раз спит Хочешь, принесу сюда? Нет Хочу сама пойти посмотреть Сможешь сама подняться? Ничего Хочу кое-что вам сказать Вы впервые в жизни дали мне дом Никогда не думала, что может так быть Никогда Спасибо вам за это Привет, Соня У тебя впереди замечательная жизнь Проживи её за меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как насчёт обеда, Энни? Будешь ореховое масло и сэндвич с мармеладом? Там на улице такси Это за мной Я не могу остаться То есть, как не можешь остаться? Мне надо уйти О чём ты? Тебе некуда уйти? Здесь у тебя есть всё, что нужно Пожалуйста, не удерживайте меня У меня сил не хватит с вами справиться Просто дайте мне уйти Куда? Я подыскала один хоспис Это хорошее место Достойные люди До вас им далеко, но... Не делай этого Не уходи от нас Я должна Не хочу, чтобы она видела, как я умираю Это же твой дом Сюзан Линда этого хочет Мы должны её отпустить Это правильное решение Когда она подрастёт Расскажешь ей, как я её любила Хорошо? Обещаю Не забудешь? Не забуду Никогда не забуду Берегите друг друга Энни У меня есть одна вещь, которую ты отдашь своей матери Скажи, чтобы она не читала, пока я не уйду Берегите друг друга Не буду оглядываться Я умру, если оглянусь Я, Линда Марстон, настоящим отказываюсь от родительских прав Помаши на прощание своей маме Мама Фильм озвучен компанией Зонвижн Мама 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 Мама